Полюбуйтесь, господа, вот такая вот фигня происходит, не знаю по какой причине, но, в общем, трактор, трактор-кот, вот как-то так интересно сюда попал, и видно, что здесь, судя по всяким верёвочкам, как-то его пытались вытащить, видимо, хотел съехать с лестницы, но ему это не удалось. Здесь бывает, буквально вчера была ещё гигантская горка здесь, но вот эти трактористы всё это дело разровняли, видимо, и сейчас можно наблюдать огромное количество лыжников. Время 3 часа, и всегда задаёшь вопрос точно такой же, когда оказываешься на пляже, а кто-то вообще работает? Всё-таки классно гулять по лесу, почему я раньше не додумался? Всё время как-то делал круг, просто через этот лес, и дальше опять вдоль дороги... Не-не-не, всё-таки вот в такую погоду самое то, лыжники сюда не додумаются заскочить, я надеюсь. Единственное, велосипедисты катаются, но их всё-таки немного. Ну, для тех, кто начал сомневаться, мой это голос за кадром или нет, или это только голос, вот он я, вот он, иду куда-то. Хоть это достаточно беспонтово, и особо говорить мне нечего, а я всё равно поснимаю, потому что, ну, реально красота. Чё ещё надо, в принципе, зимой? Вчера была такая метель, вообще я там на турниках просто обалдел, если честно. Вот был в минус 11, всё-таки не сравнится. Вчера было всего минус 7, но такой ветер. Две моих кофты, которые, между прочим, термо, и не пропускают воздух, как написано там... А, винт-стоппер написано на одной из них. Ничего подобного. Такой винт, они никак не стоппер. Реально было очень даже... Да, я всё-таки сейчас на лыжню уже зашёл, но ничего, я свернул. Не люблю мешать людям, тем более спортсменам. Можно просто всё снимать, реально. Просто всё. Снимать себя и нырять в снег. Ну, только вот надо попросить кого-нибудь, чтобы заснял. Вообще, действительно, очень клево. Указатель налево. Ну, это, видимо, для тех, кто заблудился на лыжах. И захотел съехать отсюда с такой горочки нехилой, я вам могу сказать, горочки. Ну, что я вам могу рассказать? Например, свои мысли о раскрутке. Знаете, всё-таки, я думаю, настало то время, когда надо просто действительно как-то попробовать раскрутиться. Ну, хотя не то, что попробовать, а раскрутиться через контакт, если честно. Это так может быть интересно только тем, кто этим планирует заниматься или занимается. Ну, в общем, контакт не очень-то считывает просмотры на ютубе. Да, это факт. Во-первых. Во-вторых, даже вот эти просмотры, они будут, допустим, засчитаны, но реклама не будет отображаться, потому что контакт не отображает ютубовскую рекламу, и оказывается, именно в этом вся проблема и заключается, а не какая-то другая, типа американский сервис мстит русскому сервису. Нет, ничего подобного. Вот как раз-таки гугл и ютуб, они... Ой, а гугл и ютуб это одно и то же, на всякий случай. В общем, гугл и фейсбук, да, они, конечно, безусловно, конкурируют, и фейсбук не дает, в общем, кэшировать гуглу, статьи и прочее, яндексу дает, вот тоже такая интересная вещь. Так что через контакт, конечно, это самое очевидное, потому что можно как-то раз так напрямую с администратором связаться или через специальный сервис все это дело подключить, но... ну, подключить, в смысле, я имею в виду договориться, чтобы разместили видео и так далее. И, в принципе, это, конечно, даст свой результат. Ну, вы знаете, я вот смотрел, допустим, прескурант, ну, тут вообще просто очень красиво, ха-ха-ха. Прескуранте говорилось так, что все-таки, ну, раза в три, наверное, репост, репост, да, то есть, если с вашей группы, с вашего паблика сделают репост на другой паблик или группу, это будет стоить в три раза дороже, чем лайк на Ютубе. А на самом деле возникает такой простой вопрос. Мы что хотим? Хотим раскрутить Ютуб-канал, хотим больше просмотров на Ютубе и подписчиков на Ютубе. И комментариев, соответственно, тоже желательно все-таки именно на Ютубе, поэтому надо раскручиваться, конечно, там, то есть, можно, да, и лайками, и этими самыми всякими уже сервисами непосредственно, которые предлагает Ютуб, то есть, разную рекламу там, ну, контекстной рекламой, наверное, это не самый лучший вариант, но, в общем, такие вот мысли у меня. Надеюсь, я не сильно загрузил, во всяком случае, можно просто сделать звук потише или вообще убрать и посмотреть все-таки в каких я красивых местах гуляю, хотя, я думаю, что если летом здесь пройтись, во-первых, надо найти еще эту дорожку, ну, короче, она не впечатлит, но здесь просто фантастически, кажется, что я в какой-то дремучей чаще, но ничего подобного, через пару шагов, самое что ни на есть, настоящая дорога, с настоящими машинами, машинами. Что касается рекламы, давно надо было об этом сказать, высказаться, я ни разу еще не пользовался никакими услугами по раскрутке, по крайней мере, если говорить про канал, ну, мой основной, да, вот этот вот, где обзоры всякие, то есть не было никакого прецедента, но я думаю, что вот сейчас просто, ну, нужно это, и знаете, на самом деле, почему я так не делал, да, все очень просто, не хотелось тратить деньги на вот конкретные вот эти вещи, не хотелось, то есть я думал, что лучше я куплю аппаратуру, лучше я там ну, еще что-нибудь такое, ну, какую-то вещь определенную куплю, которая поможет мне проще и качественней выдавать контент, а реклама, это получается просто, ну, будет больше подписчиков, больше просмотров, что самое главное, не факт, ну, конечно, я так сказал, просто, вот всего лишь много подписчиков, и все, ну, во-первых, это не факт, конечно, цель рекламы заключается в этом, но самое главное, вернутся ли эти деньги, понимаете, вот это самый главный вопрос, то есть, вложил там 100, получил, ну, хотя бы 50, да, но обратно, лучше, конечно, чтобы 100 вложил, получил 200, но тем не менее, ну, я сейчас просто про какую-то сумму, ну, вот просто какую-нибудь, ну, никакой гарантии, конечно, никто не даст, да, и, конечно, хочу сказать, еще так анонсировать, что, я думаю, если все совпадет, в общем, я сделаю обзор, ой, не обзор, а этот самый, ну, выпуск, короче, скорее всего, это будет мастер-листе, с этим, с таким товарищем, есть такой товарищ, Сыендук, вот, я видел, что некоторые из моих подписчиков, во всяком случае, ну, несколько они на него подписаны, и вообще, у него был такой юмор, конечно, пошлый тоже, как и у всех, но, то, что он делает в последнее время, знаете, он лайтовее, чем мой, казалось бы, куда еще, нет, он прям, он даже не говорит никаких, ну, таких вот словечек, которыми я не гнушаюсь, поэтому, я думаю, есть смысл с ним записать, ну, во всяком случае, для меня этот вопрос решенный, сейчас осталось, ну, как-то подобрать материал, с ним поговорить, тоже, в принципе, я думаю, что это будет несложно, потому что он только запишет этот самый, только запишет голос, и все. Были мысли также записать совместный выпуск с бьюти-блогер Шами, вот, по крайней мере, три из мне, вот, ну, из мне, что я несу, но не важно. Были мысли также записать видеоблог, были мысли также записать видео совместное с бьюти-блогершами, ну, не с большим количеством, а с одной, с кем-нибудь, вот, в моих краях обитают, как минимум, три, они достаточно популярны, но одна только на английском говорит, ну, в своих выпусках, в смысле, да, то есть сама-то она русская, но говорит на английском языке. Другая, вот, вот я пришел в тупик, ну, другая, две других, ну, вполне адекватный вариант, конечно, особенно вот одна, я не хочу называть никаких имен, и уж извините, ну, в общем, все вроде как здорово и классно, но я так подумал, что все-таки, ну, не тот контент. Знаете, вот я их уважаю, на самом деле, гораздо больше, чем, ну, всех остальных, потому что они, как правило, культурно выражаются, и вообще, в принципе, приятные девчонки, все, в принципе, не могу сказать, ну, вот те, кто популярны, и мне, по крайней мере, все очень положительные попадались. Еще меня прельщает, ой, в этом во всем деле то, что там чисто женская аудитория, даже вот я послушал их, девчонки все время обращаются к женщинам, то есть парни их не смотрят вовсе, вот это интересно, потому что у меня, получается, ситуация, ну, конечно, не обратная, но 20% женщины и 80% мужчины, конечно же, было бы лучше, если бы это было наоборот, потому что женщины просто как-то активнее себя ведут и более эмоциональные, чаще пишут комментарии, более такая отзывчивая публика, ну, и, конечно же, это просто льстит, когда тебя смотрят девчонки, но это ладно, что есть, то есть, но я все-таки от этой идеи отказался, потому что, понимаете, они все-таки не артисты, они привыкли к камере, но вот так вот, чтобы взять и выдать что-то вдруг, вряд ли у них получится, потому что они делают прекрасные обзоры на какие-то сумки настоящие, не как у меня там квази-обзоры, да, но они все-таки не справятся с такой задачей, понимаете, вот в чем дело, если честно, я сейчас вообще ничего не хотел говорить, ой, я подумал, что ну все, хватит, уже наговорился, нет, что-то иду, все рассказываю, ну, надеюсь, кому-то это все-таки будет интересно, послушайте, посмотрите, ну, в принципе, на самом деле, надо будет и завязывать, это получится там минут на 15, и никто это не будет смотреть, ай-яй-яй, все, я ухожу из леса, хватит, хватит, хватит говорить, я так рано, за последние годы, еще не выходил гулять, все так спокойно, тихо, хотя, ну, сейчас не 7 утра, как многие могут подумать, а 13 с чем-то, просто все время просыпаешься и сразу работать, ну, причем работать сразу, да, то есть не есть, а работать, поставил готовить еду, и сразу за комп, что-то там мастерить, и все время там, идешь только уже часа в 3-4, а уже темно, ха-ха, сейчас круто, в лыжников нету ни одного, поэтому я по их трассе, по-быстренькому, пока они меня не заметили, и не засунули палку, куда-нибудь, я быстро, ну, не быстро, на самом деле, спокойным шагом, погуляю, ну, вот речка, замерзла она практически, это очень интересное место, мало кто его знает, я как-то выкладывал панорамный снимок в фейсбук, и никто так не ответил, что это, просто очень непривычно, все, конечно, знают эти места, но тут, сзади меня, новые дома, и, просто вот этого всего не видно, нужно зайти во дворик, ну, как-то сейчас ничего не впечатляет, летом было поинтересней, но, в целом, все равно, такое очень приятное, спокойное место, на его месте мог бы быть я, слушайте, это, это великая удача, короче, вот, вот этого, сейчас не могу, это очень весело, короче, вот этого, мужика, то, что я заснял, в общем, он, вот так что, я, ну, снимал, да, то, что вот снег растаял, и все такое, и слышу какие-то звуки, думаю, ну, неужели лыжники, е-мое, по земле, по льду фигачат, вот, вот этот мужик, стучит, этим самым, зонтом, и вот он, мимо меня проходит, я подскользнулся, прям, он сказал, переводчик нужен? Нет, переводят только, у нас переводят только за деньги, вот так вот, а до этого я его видел, я снимал панораму, выкладывал в этот самый, в группу ВКонтакте, вообще, он тоже, короче, идет, я не знаю, то ли с теннисным мячиком, то ли с лимоном, ну, с чем-то такой идет, подбрасывает, что-то тоже мне сказал, я хотел заснять, забыл, ну, что-то он такой веселый сказал, короче, блин, это такая удача, то, что я его встретил, это клево, и то, что я его заснял, потому что, ну, не знаю, меня очень веселят такие люди, я не знаю, там, в себе он, не в себе, там, или еще в ком-то, там, или где-то, но он очень забавный, то есть, то есть, есть такие, ну, скажем, такие сумасшедшие, или какие-то люди с отклонениями, они, конечно, ну, только раздражают, действительно, тут, тут, это так весело, короче, я не знаю, ну, просто, вот, ты идешь, вроде как, и тебе вдруг какую-то фразу, так, в проброс, он в тот раз сделал то же самое, просто уже забыл, что он сказал, ааа, он сказал, ааа, он сказал, что-то вроде, да, вот эти полицаи, конечно, там, и что-то вот такое, полицаи вообще, и главное, он шел из направления, от этой самой, там, где полицейская академия, как раз, вот, ну, короче, он вот ходит, и вот мы теперь будем часто видеться, мое примечательное то, что он так шутстро ходит, прям так быстро, быстро с этой, с этим замоком, который в качестве трости у него, я за ним реально сейчас побежал, причем я шел там по краю, где нет снега, там что-то семенил, и то, чуть не навернулся, и этот шпарит вовсю, вот, на эту горку тоже влетел, и куда-то почесал, короче, блин, я себя чувствую, прямо рыболовом, а что самое интересное, вот ловлю себя на мысли, уже в который раз, есть такой термин, городская, сумасшедшая, или городской сумасшедший, а в деревне нету таких сумасшедших, то есть там есть, да, конечно, тоже сдвинутые, но не в таком количестве, то есть, ну, просто вот, люди уже родились, допустим, такими, а вот в городе можно именно свихнуться, ну, я так понимаю, это понятие, вообще парадокс, согласитесь, в городе гораздо больше людей, а одиноких людей гораздо больше тоже, то есть, все-таки, казалось бы, город, да, а вот это вот одиночество, оно именно в городе, особенно в мегаполисах, в деревне это просто невозможно, я помню, когда как-то привезли меня рано в деревню, к бабушке, к дедушке, и я был совершенно один, но я не был одиноким, я просто приходил на крыльцо, тусовался там с бабушками, дедушками, мы общались, все было прекрасно, то есть, я не был один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова